Социальный проект на тему сексуального образования молодых людей, инициатором которого стал бренд Durex. Ребята, всем привет-привет! В сегодняшнем видео я не буду показывать косметику, не буду хвастаться покупками модной одежды. Сегодня мне хочется затронуть более важную тему. Я хочу рассказать вам о контрацепции, а именно о самых распространенных и ненадежных методах. Знаете, что в России один из самых высоких уровней использования традиционных методов контрацепции? А именно прерванный половой акт и календарный метод. Прерванный половой акт – это, конечно же, лотерея. Успеет или не успеет? В большинстве случаев нет. Плюс ко всему это очень вредно. Помимо незапланированной беременности, последствия могут быть венерические заболевания и даже бесплодие. Мало кому можно пожелать первого и уж точно не второго. Ну а теперь я расскажу вам о другом традиционном методе контрацепции, к которому прибегает немало женщин. О календарном методе контрацепции. Главный недостаток в том, что метод хорош только для идеального цикла. Женщин с идеальным циклом практически не бывает. Ведь на время овуляции влияют очень многие факторы. Погода, стресс, хронические заболевания и многие другие факторы. Хочу поделиться с вами, что моя подруга таким образом забеременела. Именно в безопасный вроде бы период. Беременность была не запланирована и ей пришлось сделать аборт. Я читала, что по статистике каждая четвертая женщина беременеет после использования календарного метода контрацепции. Честно говоря, я вообще удивлена, что кто-то еще верит в него. Календарным методом контрацепции вы не сможете обмануть матушку природу. Я считаю, что календарный метод контрацепции, он абсолютно ненадежный. И я не советую вам испытывать судьбу подобным образом. Данный метод можно заслуженно отправить на пенсию и обратить свои взоры к более достойным изобретениям современной медицины. Таким как таблетки и презервативы. Но гормональные таблетки нужно принимать регулярно, не прерывая курс. Иначе вы увеличиваете шанс незапланированной беременности. Презервативы же являются одним из самых недорогих и эффективных контрацептивов. И очень простые в использовании. Кроме того, они не имеют системного влияния на организм. И оберегают от заболеваний, передающихся половым путем. А также их последствий, которые могут привести к различным заболеваниям. В том числе и раку шейки матки. Надеюсь, видео было для вас полезным. Смотрите видео других участников проекта. Ссылочки будут под моим видео. С вами была Женя Гейн. Пока-пока.